ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ За эти 5 дней у меня только осуществляли доставку. При том, что мне ее доставили, я назвала промо-код, и они такие, хм, нет. Вот. Вот так вот выглядела коробочка. Я ее, разумеется, открыла, некоторые средства я тоже открыла, для того, чтобы сказать вам, что не так. Ну, на мой взгляд. И у вас спросить, что так, что не так. Короче, внутри у нас есть накладная, вот эта вот накладная. У нас, знаете ли, тут, в принципе, много товара получилось на две тысячи. Потом идет такая бумажка. Бумажка, она... Она окутывает все. И дальше... И... Вот. Простите, у меня тут звуки в кантача, но я не могу с этим ничего сделать. Вернее, могу, но не хочу, не хочу. И первое, что ты чувствуешь, когда открываешь коробку, это такой прям тяжелый химический запах. Хотя и фраше говорят, что они натуральная косметика. Давайте посмотрим, что может так химически пахнуть. Первое, что я решила попробовать, это... Ой. Элиминтированная коллекция геля для души и ванны. Наливное яблоко. Кто-то мне там пишет, так, ох. Знаете, запах приятный, очень приятный. Сейчас, подождите. Я знаю, что я могу сделать. Запах очень приятный. И... Ну, такой химозы не отдаёт. Давайте... Давайте я всё-таки вам сначала прочитаю, что я заказала. Итак, каял для глаз чёрный. Карандаш для глаз сочная агава. Тушь для бровей. Потому что я хотела купить тушь для бровей. И тут такая, оп. Типа там на неё даже скидка была какая-то. Ну, вот. Поэтому, собственно говоря, я его и заказала. Гель для души наливное яблоко. Гель для души малина мята. Гель для души снежный ваниль. СХ парфюмированная вода. Аул Элямур. Она бесплатна. Бесплатно досталась, да. Вот. Пробник-пробник. Набор. Набор под артикулем... Артиклом... Д. 3793. 750 рублей стоил. Мини-тушь. Которая досталась бесплатно. Шампунь объём для волос. Тоже бесплатно. Мини-пвмон. Ну, видимо, тоже духи. Которая тоже бесплатная. Вода. Нек. Ход. Лав. Почему она 950 рублей. Я её, честно говоря, не заказывала. По-моему, это был тоже, типа, как подарок шоу. Потому что... Ну, да. Тут это. Специальная скидка. 1701 рубль. Ммм. Вот. Вот. Собственно говоря, теперь понятно. Далее. Давайте мы сначала гель для душа посмотрим. Вот гели для душа. Ой, фраше. Мне нравится. Потому что они такие... Блин, как бы это сказать? Короче, они очень классно пахнут. И они вроде как даже все смываются. Вот. Это пахнет уже химически. Это не малина и мята. Ну, вообще, не малина и мята. Это похоже на шауму. По запаху. По запаху похоже на шауму. Хотя это гель для душа. И ванна, малина и мята. Ладно. Окей. Я вам пока про них ничего не скажу. Потому что я им не пользовалась. Вот. Это... Лимитированная коллекция гель для душа и ванны. Снежный ваниль. Такая маленькая. И... И... С откручивающейся крышечкой. Пахнет, кстати... Ну, так. В принципе, приятно. Но тоже не ванилью. Если честно. Не знаю. Тоже каким-то шампунем пахнет. Но, блин. Если бы у нее был большой вариант. Я уверена, что был большой вариант. Ну. Полноразмерный. Я бы его, честно говоря, не взяла. Не взяла бы ни за что. Так. Мне положили три пробника. Сауэликсир. Парпл. Ля-ан-де-парфюм. Или лю-ан-де-парфюм. Как-то так. Я их не буду открывать пока что. Вы меня извините. Я их... Я их собираю. Потом это... Мажемся, мажемся ими. Пока срок годности не истек. Потом это какой-то крем. Улажняющий крем от покраснений. Наверное, хорошая штука. Да. Вы вряд ли это видите, конечно. И еще один аромат. Лэмур. Лэмур. Или как он? Да. Лэмур. Короче, я его пока не буду открывать. Офигенно, да? Я делаю обзор, не открывая пробники. Потом там лежала вот такая коробочка. Это духи. Я их открыла для того, чтобы вам показать. Вот они. В принципе, объем хороший. Ну, как для пробника. Но запах... Господи. Запах очень-очень химический. Я думаю, это вот этими духами, этим парфюмом пахло в коробочке. Он прям очень резкий. И ощущение, знаете, как дезодорант для спортсменов. Ну, типа, они имеют такой резкий-резкий запах для того, чтобы отбивать запах пота. Вот это вот, по-моему, то же самое. Если вы спортсмен, то обязательно берите. А, я вам сейчас как раз-таки... Наверное, я даже прочитаю, что в нем находится. Нет, не прочитаю. Вот. Аромат любви называется. Я заказала, потому что думала, что аромат любви должен быть нежным, таким волнующим и прекрасным. Чтобы он вызывал прямо дрожь. Дрожь вот по коже. И... Ну, ладно, для каждого по-разному аромат любви, наверное, представляется... Пук! Булочка. Вот что пишут о нем. Ноты дамасской розы. Гвоякалового дерева и росного ладана. Росного. Я правильно читаю. Росного ладана. Не наносить на раздраженные участки кожи, короче. Вот. В общем, дамасская роза, гвоякаловое дерево и... Росный ладан. Ладан. Может, я просто не разбираюсь в ладане. Может, я не разбираюсь... Ох! Там дамасской розы, но... Ребят, это явно не аромат любви. Он очень резкий. Он очень-очень резкий. Мне сейчас в нос попало, у меня нос забился. Пипец просто. Не, однозначно, если вы хотите что-то попробовать, берите что угодно, но не несколько нот любви. Хотя некоторым он может понравиться. Я знаю, что мы все разные, и нам всем нравится разное. Ну, вот просто... Имхо. Имею мнение, хрена споришь. Вот. Потом там был вот такой вот пробничек, да, вот бесплатно, по-моему, в наборе шел. Или эти духи шли в наборе. Нет, по-моему, вот этот пробник. Это у нас аромат, как отражение истины тебя. Эссенция мандарина, экстракт дамасской розы, экстракт ванили, экссенция пачули. Я люблю пачули, я люблю ваниль, розу, мандарин. Да, я это все люблю. Но почему... Вот сейчас я вам покажу. Я его тоже нюхала уже. Вот такой вот флакончик небольшой. Но хватит надолго, в принципе, если у вас полно духов. Давайте откроем. Он не отвинчивается, он. Не так вот, как пробочка. Вот это уже... Это уже что-то более-более вкусное. Но на коже он тоже смотрится, чувствуется, слышится очень химично. Очень химично. Сейчас я вот немножко помашу, оно высохнет, раскроется. Ну, что могу сказать? Это то, что гораздо приятнее, чем несколько нот любви. Вот однозначно этим я буду пользоваться, потому что... Потому что он маленький, потому что он более законченный. Запах у него приятный. Да, если не обливаться с ног до головы, если помазать, там вот чуть-чуть здесь, за ушами и на запястьях, вот здесь вот, на пульсе, то аромат приятный. Ваниль чувствуется. Ваниль даже чуть преобладает над дамасской розой, над пачулей. То есть запах не тяжелый. Запах легкий, довольно приятный. И, да, называется Mon Evidence. Mon Evidence. Аромат как отражение истины тебя. Да, вот он прикольный. Он хороший. Что у нас остается? У нас остается шампунь. Ну, вот эти шампунь, я знаю, они просто офигительные. Потому что я пользовалась ими, я пользовалась большой версией. и они как бы, они, ну, не то, что только очищают, да, вот эти, очищают твои волосы, вымывают с них всякую грязь, в общем, этот сальный защитный налет. Они придают мягкость, придают объем волосам. И волосы как бы становятся, что ли, чуть более послушными. Прошу прощения, что я так запинаюсь. Я вот хочу понюхать, как оно пахнет. Пахнет оно практически никак. Немножко отдает свежескошенной травой. Но и все. И вот растительный уход для волос вот этой серии, вот именно этой серии, в большом варианте, даже в маленьком, вот в этом, потому что это удобно брать с собой в какие-то поездки, если вы куда-то ездите. Вот этому однозначно можно сказать да, и это однозначно можно купить, потому что эти шампуни просто великолепные. И гели для волос. В общем, вот эта серия, она просто идеальна. Что у нас идет дальше? Дальше, помятуя о том, что я люблю голубые волосы, ну и вообще цветные волосы, я купила вот такой вот карандаш, карандаш для глаз. Он, как и большинство нынешних карандашей, в пластике, а не в дереве. Растительная косметика и фраше. Эй, куда делось дерево? Потому что прошлый карандаш, который еще из зимней коллекции какой-то, который мне очень нравился, он был в дереве. Вот, и вот так вот, сейчас, оп, видите, она вот так вот смотрится. Вот такой вот бирюзовый карандашик. В принципе, в принципе, он имеет хорошую стойкость, растушевывается. И, возможно, я буду его использовать, ну как, я буду его использовать, если буду смотреть реакцию своей глаз на этот карандаш. Потому что некоторые карандаши моя кожа не воспринимает. Что у нас идет дальше? Дальше у нас идет вот такая вот маленькая тушь. Пробник. С вот такой вот офигительной щеткой. Вау, давайте попробуем накраситься. Сейчас я возьму зеркало. Ладно, я немножко обляпалась тушью, потому что очень редко крашу глаза. И что вообще греха-то? Эти я вообще очень редко крашусь, потому что, ну, блин, не то, что не мое, а то, что ну, как бы мне это не надо. Вот. Мы подождем, пока тушь засохнет, потом снимем ее просто ватной палочкой. Что у нас идет дальше? У нас дальше идет каял. Или, ну, да. Каджал тоже оригинальное. Натуральное, натуральное, оригинальное. Вот так он выглядит. И я, честно, никогда не пользовалась этими каялами, каджалами, как их правильно называть. Я даже не могу их правильно назвать как-то. Короче, выглядит он как помада и выкручивается вот такой писечкой, блин. Вот такой вот пирамидочкой. Первое, что я хочу спросить, это как этим пользоваться. Я этим пока не пользовалась, но я знаю, что у него есть, что он имеет интенсивный черный цвет. Если вам будет интересно, я вам попользуюсь, когда мне скажут, как это делается. Покажу, как он смотрится, расскажу о его стойкости. Но скажите мне, пожалуйста, это наносится на глаза кисточкой или вот так вот тоже выкручивается и прямо вот этой пирамидкой наносится на глаз? А? Знаете, читать об этом для слабаков. Я хочу просто, чтобы вы написали об этом в комментарии. и написали, пользовались ли вы такой штукой, такой вещью или не пользовались, понравилась она вам или не понравилась. В общем, я хочу, чтобы вы написали свое мнение о ней и как ею пользоваться, как ею правильно пользоваться. И последнее, что я заказала, это вот такой вот, такую вот прекрасную тушь для бровей. Я не знаю, должна ли она быть такой маленькой. я ей сейчас краситься не буду, простите, но она в том карандаша, который у меня есть из Vivienne Sabo. Вот такая вот маленькая щеточка. Я ей красилась. Ну, сейчас не буду краситься, но факт остается фактом. Я ей красилась, она мне понравилась. Она пригладила мне волоски на бровях, говорится, на бровях правильно, да? Вот. и дала немножко цвета. То есть, она все-таки окрашивает, она окрашивает как карандашик. И, в принципе, я с удовольствием буду ею пользоваться, потому что, ну, не знаю, она мне понравилась. Вы свое мнение можете написать. Так же в комментариях поставить оценку. Вот. Конечно, я ничего особого такого не сказала, но просто хотелось с вами чуть-чуть повзаимодействовать снова на видео. Это разе плохо. Вот. В общем, пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайк, дизлайк. Ну, типа, оценки важны в продвижении по поиску, там, тры-пы-ры. Ну, вы сами знаете, вы умные люди. Вот. Вам я хочу сказать спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Всем пока!